Надежда Скай. Вернуть тебя. Первая глава. Аня. Да как так у меня это выходит? Как так получается? Каждый раз опаздываю. Сколько раз давала себе за рог, что соберусь и перестану. Но нет. Каждое утро одно и то же. Словно спринтер я летела по улице, благо фирменные кроссовки позволяли быстро бегать. И как назло, маршрутка ушла перед моим носом. А следующая только через двадцать минут. А их у меня нет. Пары начнутся через десять. Чёрт, чёрт, чёрт. До университета четыре квартала. И, прикинув в уме время и расстояние, рванула быстрым кроссом. Да, зачёт побегу мне точно обеспечен. Добежав до небольшого перекрёстка, как раз успела на красный. Великолепно. Минус ещё одна минута моего бриллиантового времени. Плюнув на правила ПДД, быстро посмотрела по сторонам и, увидев окно в потоке машин, рванула на другую сторону. — Стойте, машина! Замри время! Я — быстрая лань! Меня не догонят! — Что я несу? Кто-то крикнул в спину. — Девушка, вы куда? Красный же! А я даже брови не повело. Им не понять, что это крайние пары у приехавшего из столицы профессора. А я была-то всего на двух. — Ну да, это плохо. Но так получилось. А после зачёт, который будет очень тяжело сдать. И вот уже почти добегаю до противоположной стороны. Как слышу, виз колёс меня что-то сильно толкает в бедро. Нога подворачивается, и я резко падаю на колени. Зашибись! Прощайте новые джинсы. Привет, синяк. Сумка отлетает, мобильный падает. Экраном на асфальт. А я, как в замедленной съёмке, за всем этим наблюдаю. Интересненько-то как. И всё это со мной именно сегодня. Класс! Машина, которая так хорошо припечатала меня вбок, издала громкий сигнал, и я подпрыгнула, ударившись ещё и плечом. Зачем так пугать-то? Встаю я, встаю. Оперевшись на руку, стала медленно вставать. Ногу прострелила лёгкая боль, и я, поморщившись, полностью встала. Посмотрев на свои разбросанные вещи, издала жалкий стон, когда поняла, что мой мобильный пострадал больше, чем я. Эй, ненормальная! Давно с лечебницы сбежала. Что? В этот момент я собирала вещи, но от услышанного резко повернулась. На капоте дорогой иномарки, скрестив руки на груди, сидел парень. Как жаль, что солнце ярко светило прямо мне в глаза, и не было возможности толком его рассмотреть. Но по его тону стало понятно, что он явно надо мной издевается, вместо того, чтобы взять и помочь. Сразу после тебя, урод! Даже не оборачиваясь, шагнул он на тротуар. Боль опять напомнила о себе, и пришлось остановиться. — Стой, ненормальная! Куда пошла? — Отвали, а! Загорелся зелёный, люди поспешили перейти дорогу по зебре, направляясь по своим делам. Ко мне подошла пожилая женщина и поинтересовалась, всё ли со мной нормально. Я лишь поблагодарила и, посмотрев на время, ахнула. Всё, можно теперь и не торопиться. А утро так хорошо начиналось. Проснувшись всего под второй круг будильника, сладко потянулась, понимая, что даже почти выспалась. Не торопясь, приняла все утренние водные процедуры, кофеёк, выглянула в окно, подставив весеннему солнышку своё лицо. И лишь потом решила посмотреть на время. И вот тут всё началось. И продолжается до сих пор. Может, сегодня пятница тринадцатая? Я об этом забыла? Да всё равно, какой день. Теперь приду на вторую пару, будет время привести себя в порядок. Из этих размышлений резко вырвали, дёрнув за руку и развернули к себе. Офигел! Сейчас как врежу между глаз! Ну да, молчать я тоже не умею. Особенно после всего случившегося за утро и в таком состоянии. — Ого! Дорогуша, ты чё такая борзая? Куда пошла? С полицией сам буду разбираться? — Да, ты начни, а я позже подойду. — Ого! Здоровенный какой! Даже голову пришлось поднять. — Что? — Санёк, а не хила на тебя! В окно машины высунулся другой парень и явно наслаждался сценой. — А ну, отпустил! Мне идти надо! Я попыталась выдернуть руку, но не тут-то было. Этот парень ещё сильнее сжал её и, нагнувшись, зарычал. — Ненормальная. Когда скажу, тогда и пойдёшь. Ясно? — Да чего он обзывается? Думает, что испугаюсь? Ага, сейчас. В такие моменты у меня напрочь пропадает чувство самосохранения. — А ты кто такой, чтобы мне приказывать? Пусти, а не то... — Да не то что. Ладно, сам нарвался. Резко вырываю руку, со всей силы наступаю ему на ногу и со всех ног бегу в сторону университета. А вслед мне летит хохот второго парня из машины. — Ату её, Санёк, ату! Ну вот только бежать быстро больновато. Бедро и ногу сводит. Но я не сдаюсь. Упрямство — это ещё одна моя приятная черта. Мобильный в моей руке резко зазвонил, и я, не притормаживая, посмотрел на разбитый экран. Лизка. Вот прямо очень вовремя. — Да. — Ты где? Бежишь, что ли? — Почти. Убег... В этот момент меня схватили за руку, в которой был мобильный, и совсем не церемония, сдёрнули, останавливая. Мобильный по злому сценарию полетел дальше по тротуару. — Стой, дура! Ещё бегать за такими надо! — Да что ты пристал-то? — А ничего, что ты врезалась в мою машину, а теперь сбегаешь. Вот это поворот! Слегка, не имев от такой наглости, не сразу сообразила, что именно ответить этому хаму. — Я? Да как ты... Ну, отпусти, а то... — О, нет, бешеная. Второй раз не прокатит. Он сгреб меня в охапку, перекинулся через плечо и понёс в обратном направлении прямиком к своей машине. Первая мысль, которая пришла мне в голову — «Хорошо, что я в джинсах». Ну и по жанру я стала вырваться, бить кулаками по спине нахала и крыть его, на чём свет стоит. — Фу-ху, я даже таких слов не знаю! — усмехнулся второй парень и сел на водительское сиденье. — Люди! Помогите! Человека среди белого дня похищают! Даже горло засоднило, пока орал на всю улицу, стараясь привлечь внимание прохожих. Попытка не пытка, а вдруг сработает, и кто-то поможет бедной девушке. Но вместо этого получила болезненный удар по мягкой части своего тела. — Всё нормально. Девушка моя, поссорились мы. — ответил этот нахал и стал запихивать меня на заднее сиденье. Сдаваться не в моих правилах, попыталась вылезти через другую дверь, но он резко схватил за ногу, потянул на себя и припечатал спиной к сидушке автомобильного сиденья. — Да успокойся! Никто тебя убивать не собирается! Гони, Славон! Другой парень усмехнулся, щёлкнул аварийку и мягко тронулся с места. Но буквально через несколько метров остановился и вышел. — Ты куда? — Сейчас! — крикнул он, и через несколько секунд сел обратно за руль, что-то показал и поехал. Жаль, мне видно не было. Я во все глаза смотрел на этого гадкого, противного, отвратительного похитителя невинных девушек. Страшно мне было. Теперь да. Сердце то замирало, то пускалось в дикий скач, по спине расползался липкий страх. — Куда вы меня везёте? — попросил ласково, и я скажу. Он ехидно мне улыбнулся, повернулся к другу и многозначительно подмигнул. Вот зараза! Меня била мелкая дрожь то ли от страха, то ли от злости, но я снова начала врываться. — Да вы с ума сошли! Отпустите! Что я вам сделала? Это вы меня сбили! — Да неужели? Этот урод припечатал меня к сиденью с такой силой, что стало трудно дышать. — А я думаю, что ты специально кинулась под мою машину. Чего ты хотела? — Ничего! Я торопилась! — Никуда же! А сам глазками стреляет, кстати, такими красивыми серыми. Но на меня сейчас это не действовало. Куда надо — это допрос выпустите! — Слушай, бешеная, что за цирк-то устроила? Нормально разговаривать умеешь? — С нормальными даже очень умею! — Ну, этот парень, как же его друг назвал? — А, точно! Санек! Он так громко и заразительно рассмеялся, что мне пришлось закусить губу, чтобы сдержать улыбку. — Да, и вот так бывает. — Ты себя в зеркало-то видела? — Ах ты! Да пошел ты! — Все, провожай нашу пассажирку. Друг повернулся и махнул головой на меня. Парень посмотрел в окно, потом на меня, убрал руку и немного отодвинулся. Я, не теряя ни секунды, села, поправила голубую блузу и красноречиво на него уставилась. Но вместо того, чтобы выпустить меня, этот Санек удобнее сел, склонил голову и стал нагло меня рассматривать. Вот действительно нагло. Кожа горела в том месте, куда касался его взгляд, а краска стала подступать к лицу. — Очень вовремя. — Глаза не сломай! — Было бы обо что. — Не хочу прерывать ваш интим, но нам как бы давно пора. — Влез второй. Парень ухмыльнулся, нагнулся ко мне и прямо в лицо выдохнул. — В следующий раз будь ласковее. — В смысле? Какой в следующий раз? Но не успев ему ответить, он быстро вышел, показывая мне жестом выходить следом. Не дожидаясь второго шанса, выскочила из машины и, не оборачиваясь, отошла на безопасное расстояние. — До встречи, бешеная! Он сел на пассажирское сиденье, и машина резко стартанула. Но я успел рассмотреть марку и номер. Теперь буду знать, на какой машине ездят хамы. На красивой и дорогой. — Ого, неожиданно! А высадили-то они меня возле моего университета. Пожав плечами, стараясь сейчас не анализировать этот поступок парней, которые сначала сбили, а потом до чертиков напугали, полезла в сумку за телефоном, чтобы посмотреть время. — Черт! Так как так? Еще и без мобильного осталось. Чертыхнувшись себе под нос, понура зашла в большое здание. До конца пары оставалось около двадцати минут, которые провела в туалете, умываясь, приводя свой внешний вид в более-менее божеский. — Прогольщица! Лиза вышла вместе с остальными из аудитории, возле которой я ждала звонка и, обняв меня за плечи, повела в сторону. — Поверь, не специально. Сегодня все против меня. Мы сели на большой подоконник окна, и я ей вкратце рассказала, что со мной произошло за утро. Подруга громко хохотала, даже не пытаясь сделать вид, что хоть немного сочувствует. — Только с тобой могло это произойти. — Спасибо, дорогая, за поддержку. — Не, ну реально могла хоть не ржать на весь коридор, привлекая ненужные взгляды проходящих мимо студентов. — О, собрались! Стасик идет! Подруга сжала мою руку, подавая сигнал. Я закатил глаза, а Лизка, наоборот, выпятила свою второго размера грудь и зачем-то стала поправлять волосы. — Немного, Лизке. Как подруга, да и просто человек, она замечательная. А как девушка, не мне судить, но скажу точно, что Лизка красивее меня. Она выше сантиметров на пять, стройная, про грудь я уже говорила. Вот только ее пепельный цвет волос меня всегда убивал. Потому что не нравится мне, когда так издеваются над волосами. Сама своей не крашу, горжусь родным натуральным каштановым, чего и всем желаю. Стас был пока единственным, кто продержался так долго, не пав жертвой, чармой и любвеобильной подруги. Такой немаленький парень, помешанный на спорте. Ну, это, конечно, хорошо для здоровья, но когда спорт переходит в смысл жизни, на это уже явно перебор. Вот и Стасик, невысокий качок, вместо того, чтобы готовиться к дипломной, пропадал в спортзале. Они о чем-то мило болтали, воркуя, как голубки, а я нервно ждала, когда он свалит. Не нравился он мне. Видимо, вкусы у нас слишком разные с подругой. Ой, все, я пошла. Но не могла я больше это выносить. Лискин лилейный голосок и его дебильное выражение лица просто выбешивали. Подруга догнала меня возле двери аудитории. Любишь ты все испортить. Он уже почти сдался. Почти не считается. Насколько он тянет? Ну, на пару недель, думаю. Мы громко рассмеялись и вошли в аудиторию. Мне родители деньжат подкинули. Может, рванем по магазинам? Угощаю новыми джинсами, предложила подружка после занятий. День знаний на сегодня закончился, и мы, еле передвигая ногами, шли в сторону остановки, чтобы доехать до нашего любимого торгового центра. Идет. А еще поесть бы. План утвержден. Значит, набиваем желудки и гуляем по магазинам. Впереди уже маячила наша остановка, как Лиска вдруг дернула меня за руку. Походу, нас преследуют. Ты под эту машину кинулась утром? Я повернула голову и чуть в голос не застонала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...